Вернёмся теперь к украинским противостояниям. Это было батлом тяжеловесов, за которым Украина следила весь январь. Конфликт Министерства здравоохранения в лице Ульяны Супрун и медиков в лице Бориса Тадурова. Причиной был дефицит препаратов. Минздрав обвиняли в затягивании процесса закупки, а чиновники от медицины, в свою очередь, искали виновных в саботаже. Но вот уже март. Какая ситуация с лекарствами сейчас? Оказалось, ничего не изменилось. Многих жизненно важных препаратов попросту нет. К примеру, ситуация в онкологии просто патовая. Не препаратов даже для детских диспансеров. Когда же они появятся? И почему никак не закончится лекарственный голод? Выясняла Павлина Василенко. 2017-й уже давно начался, а обещанных медикаментов до сих пор нет. Вот эта цифра 2 препарата, это кричащая цифра о том, что мы не можем обеспечить наших пациентов лечением. Гарантированное государством лечение остается только в программах госзакупок. Каждый день помирают люди от того, что у них нет денег, чтобы купить эти медикаменты. Украинцам не оставляют выбора. Одесский областной онкодиспансер. Из десятков наименований медпрепаратов жизненно необходимых пациентам здесь осталось всего два. Все остальные пациенты вынуждены покупать сами. Светлана, чтобы пройти курс химиотерапии, залезла в долги. Другого выхода нет. Для того, чтобы мне одну капельницу сделать, мне надо найти 3000 гривен на одну капельницу. У меня их надо 4 на месяц. Лечусь я уже шестой месяц. Препараты закончились вместе с окончанием госпрограммы «Онкология». Она была рассчитана до конца прошлого года, а новую не утвердили. К тому же одесские чиновники умудрились провалить тендер на закупку онкопрепаратов за счет областного бюджета. В итоге покупать лекарства начнут в лучшем случае в апреле. Что делать до этого времени, врачи не знают. Лишь один препарат не может обеспечить ту необходимую потребность проведения химиотерапии. То есть пациент должен купить второй препарат, либо полностью приобрести все препараты, которые входят в схему лечения. Критическая ситуация из детской онкологии. Склады медучреждений полупустые. Маленьких пациентов поддерживают благотворительные фонды. С начала года они закупили лекарств более чем на 2 миллиона гривен. А тендер на онкопрепараты для детей, которые должны были поступить в больницу еще в прошлом году, стартовал, вдумайтесь, всего 2 недели назад. Международный закупщик обещает, что некоторые медикаменты будут в диспансерах уже в апреле. Но как быть с дорогими лекарствами, для производства которых нужны месяцы? Если сейчас их ПРООН заплатят, заплатят за них, они снова нам прийдут только в осень или ближе до конца 2017 года. То у нас снова будет большой разрыв, когда онкологические дети, их родители смогут рассчитывать только на собственные силы и на помощь благодейных фондов. Что покупать за бюджетные деньги, определяет экспертная группа при Минздраве. Иногда эти люди не могут собраться, иногда не могут подсчитать, сколько чего и для кого покупать. Кроме того, в Украине нет единого реестра закупленных препаратов. И случается так, что в одной области без лечения умирают люди, в то время как в другой на складах лежат десятки спасательных медикаментов. В Киевском институте сердца о нехватке препаратов и расходных материалов заявляли еще в январе. Тогда разгорелся скандал. Директор института Борис Тадуров обвинил его министра Ульяну Супрун в срыве закупок. Она ответила, что госзакупки через международные организации – это удар по коррупции, а их затягивание – саботаж. Этот процесс государственных закупений совсем был провален. Это было через саботаж и через коррупцию, которая была в середине в МОЗе, что тендеры до тех пор не оголошены. Они оголошены. Все контракты подписаны, деньги уже передали на международные организации. После подписания контрактов прошел месяц, но из закупок прошлого года ничего не получили. Склады пусты. К сожалению, многим больным приходится отказывать, потому что не все могут себе сегодня позволить купить довольно дорогостоящие расходные материалы и медикаменты. В целом по стране о десятках тысяч пациентов, которые не получили расходные материалы для кардиохирургических операций. У нас нет обратной связи. Нас не ставят в известность о том, что происходит с закупками. Провальными госзакупки 2015-2016 называют и в профильном парламентском комитете. Парадоксальная ситуация. Миллиарды гривен выделили, но приобрели только 10% лекарств. Глава комитета утверждает, все дело в контрактах с международными закупщиками, которые в глаза никто не видел. У меня нет сомнений, что теперь команда Министерства не крадет. Нет сомнений. Они работают честно, но не профессионально. Мы установлены на то, чтобы доопрацювать эти договоры. И Министерство должно быть интересным, доопрацювать и внести изменения в эти договоры, чтобы там были четко прописаны обязаны международные организации. Сейчас это вопрос, что вы нам не даете доступ к договору, суто маніпулятивный. Суто маніпулятивный. Потому что ЮНИСЕФ так работает в 170 странах мира. Но в никакого комитета охраны здоровья в других странах не возникает этих вопросов. Сейчас покажешь договоры, будут еще какие-то претензии. То есть претензии никогда не остановятся. Тендеры, спасение от коррупции, если производителей много, а если он всего один. В Закарпатии больные с почечной недостаточностью вскоре могут оказаться без раствора для диализа. Цена жизни одного пациента – 2400 евро. Тендер на закупку препарата срывали трижды. Хоть и пытались закупить через систему Прозора. Один выработник в свете, швейцарская компания, вырубляет целики. Министерство охраны здоровья не закупило. Мы оголошуем тендер. И тут появляется куча всяких, которые начинают блокировать, подавать скарги. Но объяснить мне этот маразм, значит, если один выработник на весь свете, значит, обожающих в тендере десятки, значит, и все бьются не за жизнь людей, а за кусок жирного пирога. Что будет с закупками 2017? Осенью прошлого года в Минздраве обещали – начнут их в январе. Но по некоторым программам уже видно – эти сроки нереальные. А значит, украинцам снова придется ждать. И надеяться только на себя. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Марина Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...